Каждый пользователь системы Windows, когда включает свой компьютер, видит тот самый экран. Экран загрузки системы. За всё время существования системы он менялся очень много раз. И за годы формировалась та группа людей, у которых от вида бутскрина какой-либо системы появлялись ностальгические чувства. Ранее картинку запуска Windows можно было легко модифицировать, так как он беспроблемно хранился в одном файле. Со временем после выхода Windows Vista системный загрузчик изменился на корню и вместо NTLDR, который был в системах Windows NT, появился новый Windows Boot Manager или же Boot MGR. Если в Windows Vista была просто полоска загрузки на чёрном фоне с надписью Microsoft Corporation, то с Windows 7 появилась надпись «Запуск Windows» и полноценная покадровая анимация, которая зацикливается с определённого момента. А с Windows 8 Windows Boot Manager получил множество нововведений, начиная от полностью нового дизайна и заканчивая полной поддержкой UEFI систем. При этом, что забавно, старый дизайн загрузчика остался, но он сильно спрятан и показывался тогда, когда видеокарточка не поддерживала обновлённую технологию WDDM. Windows Display Driver Model, который появился ещё в бета-версиях Windows Vista, Windows Longhorn. Изменить логотип при запуске системы можно, но тут уже зависит от того, на какой платформе ваш ПК. Legacy, по-другому говоря, BIOS, или же UEFI. Если у вас Legacy, то все варианты логотипа современного загрузчика Windows находятся по пути C Windows Boot Resources в файле bootres.dll. Позже там нужно производить долбление с разрешениями доступа к файлу, потом раскрывать это всё и менять через ресурс-хакер или какую-нибудь другую программу, и вручную менять все варианты. А в случае с UEFI-системами всё выходит намного проще. Всё можно сделать чуть ли не в два клика, через отдельную программу под названием HackBeeGRT, которая вскрывает эфир-раздел Windows и меняет логотип на желаемый, который должен быть в формате .bmp. И об этой программе я делал ролик аж в 2020 году. Но мы пойдём дальше. Мы заставим загрузчик системы выглядеть так, как будто мы запускаем Windows XP, и чтобы это было настолько натурально, что этим ради прикола можно было бы кого-либо разыграть. Всё же, давайте начнём. Предупреждаю, что все действия проводятся в виртуальной машине. Если вы захотите повторить подобное на реальном компьютере, то делать это всё на свой страх и риск. Любое неаккуратное движение и неосозданное действие повышает вероятность полной поломки системы. Перед нами сейчас оригинальная Windows 11, и для того, чтобы начать, нам понадобится файл ntos-crnl.exe, который мы копируем из папки System32, к примеру, на рабочий стол. Файл ntos-crnl.exe мы назовём слегка по-другому, так как мы не будем заменять оригинальный файл, а переместим его в ту же папку, откуда мы и брали всё изначально. Теперь нам нужно открыть наш файл через ресурс-хакер, и там мы ищем папку bitmap, так как она больше всего нас интересует. Посмотрев содержимое этой папки и увидев в большинстве из них просто какие-то чёрные квадраты, вы спросите, мол, а чё это за дичь и в чём вообще прикол? Так вот, рассказываю. Этот файл является ядром системы, и в нём находятся части, собственно, загрузчика системы. В XP по картинкам мы можем увидеть, что они содержат прогресс-бар, надписи а-ля питания этого компьютера можно отключить, и логотип самой системы. И это только папка с битмапами, то есть картинками. Кроме всего этого, на этом файле держится работа синего экрана смерти. Начиная с Windows Vista, загрузочный экран слегка изменился внешне, но на корню изменился изнутри. Вместо NT Loader, который служил ещё со времён первых Windows NT, появился Windows Boot Manager, загрузчик, который появился в Vista, и спокойно используется до сих пор. А в последних версиях Windows практически все старые картинки из ntosqrnl.exe тупо закрасили чёрным цветом. Теперь приступим к делу. Из папки XP Bitmaps, кстати, её выложу в телеграм-канал, если захотите ради интереса попробовать, берём сначала первую картинку и заменяем первую картинку в папке. Это у нас будет как раз XP-шный экран загрузки. Далее мы заменяем четвёртую картинку. Это у нас как раз таки будут полосочки, которые показываются во время загрузки системы. Сохраняем файл и не спешим его сразу копировать в папку System32. Перед этим надо поиграться с конфигурацией загрузчика, клонировать вариант загрузки, задать необходимые параметры и указать путь на модифицированный файл. Для этого от имени администратора открываем командную строку и вводим сначала bcdedit без каких-либо параметров. При запуске утилиты без каких-либо параметров нам сразу же показывают список конфигурации загрузки с файла bcd. По стандарту здесь только два элемента, сам Windows Boot Manager и ваша ОС, которая установлена прямо сейчас. Здесь мы можем увидеть путь к загрузочному файлу, идентификатор элемента, локализацию, путь к системной папке и прочую информацию. Собственно, нам нужно сделать клон нашего первого элемента, чтобы не затрагивать основное. Поэтому пишем команду bcdedit, слэш копии, слово curant в фигурных скобках, и после этого в конце допишем слэш д и Windows XP в кавычках. Как я уже говорил выше, это сделает клон элемента конфигурации загрузки, а параметр слэш д задаст имя, которое мы вписали. В нашем случае это Windows XP. Далее нам нужно вернуть текстовое меню загрузки со времен XP Vista для нашего скопированного элемента конфигурации. Для этого нам нужно скопировать ID нашего клона, ввести bcdedit.set, правой кнопкой мыши вставляем этот ID и пишем boot-меню-полиси, legacy. После этого вводим такую же команду, но в конце меняем на graphics mode disabled 1. И наконец мы указываем путь к нашему переделанному ядру системы. В нашем случае это xpkernl.exe, а сам файл мы уже кидаем в папку system32. После всех этих действий команд мы приступаем к изменению конфигурации самого загрузчика, то есть к изменению Windows Boot Manager. Мы там введем всего лишь одну команду, display.boot.menu1. Эта команда включит отображение меню выбора системы для загрузки при каждом запуске ПК. И после перезагрузки мы не увидим экран загрузки Windows, а увидим сначала вот такую картину. Нам предлагают выбрать систему, которую нужно загрузить. Собственно, здесь имеется Windows 11 с оригинальными настройками и наш вариант выбора с названием Windows XP, который мы своими руками и создали. Но не торопимся сразу нажимать Enter. На варианте с Windows XP мы нажимаем F8, и как видите, перед нами старый вариант выбора параметров загрузки из эпохи Windows XP и Vista. Здесь нам нужно выбрать пункт Disable Driver Signature Enforcement. Выбираем его и смотрим на результат. Красиво, правда? Экран загрузки из Windows XP, а загружается в Windows 11. Мы можем перезагрузить систему и запустить еще раз, чтобы показать тот факт, что тут нет никакого обмана. Однако, если запустить сразу, не прибегая к F8, то система сразу же сосекает подмену и делает попытку восстановления. Как-то не очень круто, согласитесь? Почему так происходит, неизвестно, но если вы знаете, напишите свои мнения в комментариях. Хотя, если подумать, то походу во время редактирования файла мы повредили его цифровую подпись, но все же мне интересно услышать ваше мнение. Если со временем вам этот экран загрузки надоел или вам просто он не нравится, то вы с легкостью можете его убрать. Для этого откройте командную строку от имени администратора, введите bcdedit, найдите ID элемента, который вы добавляли, и введите команду bcdedit, slash delete, и ID того элемента. Ну и после удаления его из загрузчика отключаем появление выбора системы для загрузки командой bcdedit, slash set, в фигурных скобках boot MGR, дисплей boot меню, ноль. Перезагружаетесь, и готово. Что я могу сказать в итоге? Практически смысл эта, так скажем, модификация вряд ли имеет, но если это в качестве какого-либо развлечения или прикола, то почему бы и нет? И тут совершенно внезапно врыво осья, потому что Данилка забыл указать еще один нюанс с этим самым файлом. Если вы играете, например, в игры от Epic Games или Valve, то вам проход в онлайн игры просто закрыт, потому что античит замечает то, что вы заменили файл с ядром Windows. Поэтому замена экрана загрузки на XP, это просто так, поиграться. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях. А на этом все. Ставь лайк, если тебе понравилось это видео. Буду рад увидеть вашу активность. Также ты можешь подписаться на канал, чтобы помочь мне достичь 50 тысяч подписчиков. Мне будет очень приятно. Все ссылки на социальные сети и название музыкальных композиций указаны в описании. Спасибо за просмотр, и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok